Начнем нашу пятую сессию. Цифровые сервисы без границ от цифровой ипотеки до онлайн-страхования. Я хочу пригласить на сцену модератора пятой сессии, первой сессии сегодня, Эльман Мехтиев, заместитель председателя экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг. А также спикеров Светлана Исаева, директор по развитию цифровых кредитных продуктов Ассоциации Финтех. Ашот Петросян, руководитель Центра развития финансовой системы Центральный Банк Республики Армения. Мария Эмильянова, директор по продажам Freedom Mobile. Сергей Ульянич, директор Департамента развития банковской сети Home Credit Bank. Абдусалом Азимов, продукт-менеджер Банк Эсхата, Республика Таджикистан. Роман Пилипенко, директор по развитию BANDERA Agency Limited. Александр Филинский, директор по развитию бизнеса Prime Bridge. И Нурлан Акшанов, заместитель председателя правления от Басы Банк. Спасибо большое за ваши аплодисменты. Передаю просто правление вам. Спасибо большое. Сделали свое черное дело, забрали пару минут из моей сессии. Я прошу извинить, вчера было 9 человек в сессии, сегодня у нас прогресс всего 8 спикеров и 2 часа. Поэтому, уважаемая аудитория, я прошу заранее извинить, что вам придется досидеть, потому что выступление достаточно, пока заявлено интересно, но я уверен, что действительно гораздо более интересно, чем заявлено. Мы поговорим с вами действительно про цифру, но не удивляйтесь, найдутся и те, кто поговорят, что оффлайн не только не умер, но за ним еще есть много чего, что можно сделать. Но с большим удовольствием я бы хотел предоставить слово другому центральному банку, не тот, который вчера упомянули, несколько раз говорили, вот это для Астаны. Нет, я надеюсь, что сегодня никто не скажет, вот это для Еревана. Почему? Потому что центральный банк Армении сам расскажет про то, как они видят развитие цифровых сервисов и вообще цифровизацию финансового сектора у себя. Поэтому большим удовольствием Ашут Петросян, руководитель Центра развития финансовой системы, Центральный банк Республики Армения. Доброе утро, коллеги. Спасибо за приглашение. Очень почетно и рад выступать перед такой аудиторией. Сегодня мы немножко поговорим про то, как мы увидели у себя вообще вопрос цифровизации экономики. Скажу честно, что у нас был довольно-таки большой дискусс в вопросе, будет ли финансовая система Армении сама по себе идти по пути цифровизации, или мы все-таки попытаемся туда с собой повести всю экономику. В итоге было принято решение, что финансовая система отдельно не будет проходить этот путь, а будет этот путь проложен вместе со всей страной, то есть с костсектором, все возможные сектора, которые начали свой путь к цифровизации. Совместно с правительством велись довольно-таки долгие обсуждения. В итоге все сошлись на таком видении развития вообще цифровизации. Все сошлись на том, что открытая и качественная информация – это на самом деле такой довольно-таки значимый актив, и который в итоге может привести к увеличению национального потенциала, к национальному благополучию и так далее. То есть это один из самых основных активов, которым владеет в принципе любая страна. Почему это еще критично для Армении? Потому что, скорее всего, вы немножко знаете про географию, где находится Армения. У нас не так много природных ресурсов, в отличие от многих стран наших, соседей. Так что нам приходится довольствоваться тем, что есть. А что у нас есть? У нас есть информация. И оказывается, что в 21 веке информация – это самый главный актив. И в результате всего этого, после долгих-долгих обсуждений, мы пришли к окончательному понятию, как и куда мы идем. И в частности, очень благодарим за то, что нам удалось зафиксировать конкретные цели, куда мы движемся. И эти цели, они очень легко, их потом можно очень легко проверить, то есть достигли мы этих целей или нет. Например, у нас есть цель, что к 2025 году 1 миллион активных пользователей финансовых услуг в Армении будут использовать единую цифровую систему идентификации. То есть есть конкретная цифра. У нас есть конкретные критерии по качеству интернета, которое должно присутствовать к концу 2025 года. То есть это уже сфера, куда еще подключается телеком-сектор. Поэтому я говорил, что очень высокий, такой большой охват. У нас есть конкретные цифры, как должны быть использоваться даты с других реестров, которые уже действуют на территории Армении. То есть это регистры других госучреждений. И еще надо отметить, что 2 года назад, после того, как Центральный банк Армении принял новое видение и новую политику по развитию, у нас там тоже была указана центральная, самая главная идея, что Центральный банк Армении должен быть лидирующим Центральным банком в регионе, имея превосходство в аналитике и в инновационных решениях. То есть это такое общее видение, которое было принято со стороны Центрального банка Армении. И получается, что все, о чем я сегодня с вами буду говорить, буду рассказывать, оно все ложится как бы в саму структуру этого документа, который был принят. Ну, естественно, какая презентация без нашего доброго старого знакомого? Очень много мы начали использовать вот эту фразу, поэтому я решил его использовать и тут, во время этой презентации. Смысл в том, что для того, чтобы не совершать те ошибки, которые мы совершали ранее, нам надо поменять наше мышление. То есть, как мы мыслим, потому что все те ошибки, которые были совершены, они были совершены уже с этим мышлением. Поэтому его надо менять, чтобы ошибки не совершать впредь. То есть очень хорошее высказывание, и оно легло в основу всех реформ, которые сейчас происходят в Центральном банке. Если очень вкратце, то сама идеология наших реформ, она сводится к тому, что вот предпоследний блок, желтый блок, это именно инфраструктура цифровая, которая создается в Армении. То есть она включает в себя, во-первых, это единая система идентификации личности. Потом у нас создается огромная платформа цифровых финансовых услуг. Цифровая вот эта телеком-индустрия, которая тоже, как я уже показал, она должна развиваться огромными темпами. И еще есть отдельный блок, очень большой, это именно обучение. То есть уровень подготовности населения к вот этой реформе. То есть население, оно само должно осознать и понять, что за реформа и куда движется Армения в этом направлении. Понятно, что именно в финансовом секторе сама идея открытой даты, открытой цифровизации и так далее, она сейчас исходит из политики по трансформации закрытого финансового сектора в так называемый open banking. Причем, если еще лет пять назад open banking был, можно сказать, целью, то сейчас это уже промежуточное просто звено. То есть мы движемся в направлении к open finance, в направлении к open economy. И тут надо четко понимать, что у нас на самом деле было такое всеобщее понимание, что мы не будем отдельно начинать путь к open banking. Мы сразу же заложили у себя идеологию трансформации в open economy. Поэтому именно речь тут идет не столько и не только о финансовых услугах, как о вообще в услугах и вообще в цифровизации экономики в целом. Это вот очень важно, что именно вот идея, сама идея, она заключается в построении открытой экономики, в построении open society, то есть открытой общества. И если перейти к каким-то техническим деталям, то для того, чтобы осуществить вот этот проект, Центральный банк долго обсуждал с правительством, и было принято решение, что создается отдельная структура, которая в итоге была создана, это Information System Agency, то есть Агентство информационных технологий, информационных систем. Это агентство было создано Центральным банком, оно финансируется Центральным банком, но у агентства есть, как я уже сказал, задачи не только по цифровизации финансовой сферы, но и по цифровизации экономики в целом. То есть нам пришлось договариваться с правительством, что мы берем на себя довольно-таки большое бремя, потому что в противном случае именно финансовую систему, цифровизацию, можно было бы провести отдельно, но понятно, что это не дало бы максимум результата, и в итоге было принято решение пойти вот этим путем. Отдельно под патронажем первого зампремьер-министра был создан Совет по цифровизации, который собирается регулярно, обсуждают какие-то новые проекты, и вот в этом Совете еще Центральный банк выступает в роли секретариата. Кроме того, у нас в этот процесс вовлечено Министерство высоких технологий, частный сектор, понятно, и в частности в частном секторе это телеком-компании, у которых очень большая функция в этом проекте, ну и международные структуры, которые в основном выступают как доноры, они помогают в реализации этого проекта. Что уже проделано за вот эти год-полтора? У нас уже создан стандарт по новым биометрическим паспортам, если честно, у нас были биометрические паспорта, но почему-то они не очень соответствовали современным стандартам. Сейчас приходится делать новый стандарт, и мы уже начали процесс тендера, то есть выбора компании, которая нам поможет в этом процессе. Уже создан прототип портала национальной идентификации. Я вам покажу сейчас следующим слайдом, как это работает. У нас отдельно проводится работа по электронной подписи, то есть опять единый стандарт по электронной подписи, и проводились очень большие работы по изучению этих облачных технологий, потому что, скорее всего, как и везде, нет одной окончательной позиции по облачным технологиям. То есть где-то люди там видят какие-то риски, где-то видят какие-то новшества, инновации, но надо как бы прийти к окончательной позиции всего государства по облачным технологиям. Вот прототип нашего единого национального идентификационного портала. Он называется ESM. ESM – это на армянский, то есть это «я», дословно получается название портала – это «я». То есть вы заходитесь через один единый портал, проводите идентификацию, и вот с этой идентификацией вы можете осуществить любые итерации, любые операции на не только финансовом рынке, как я уже сказал, но и вообще в целом все услуги по стране. Именно вот в плане юридическом у нас проведена довольно-таки большая работа, был подготовлен закон про публичную информацию, то есть закон, который должен ограничивать, в общем это регулировать, все связанное с public information. Отдельным блоком идет у нас целый блок законов по кибербезопасности, и тут тоже надо четко указать, что кибербезопасность, она не на отдельно финансовый сектор, а на всю страну, на всю экономику в целом. Это один из таких главных пунктов, что ни один сектор в Армении не будет развивать свою собственную систему кибербезопасности, то есть это все будет единая система. Отдельный закон идет по регистру населения, это основная база, основной регистр, где у нас хранится вся информация о физлицах, и закон о электронной идентификации и электронной подписи. Вот эти все законы, они уже проработаны. И еще у нас, немножко отходя от финансового сектора, есть довольно-таки интересный блок работ, когда наши специалисты, они создали лист каких-то жизненных событий, то есть это те события, которые происходят в жизни общества, и выбрали мы пока еще из этих жизненных событий. Первый лист, в него входят 12 событий, например, рождение ребенка, покупка автомобиля, импорт каких-то товаров, не знаю, уплата налогов и так далее. То есть эти все события. И отдельно по каждому событию создается своя инфраструктура. То есть на примере, например, рождение ребенка, вот как это все происходило, была проделана огромная работа, были разные фокус-группы, которые, работа с этим фокус-группом нам дала возможность создать список всех услуг, с которыми человек обращается, если он хочет родить ребенка. То есть это начиная с фазы планирования беременности и до уже окончательной фазы, до устройства ребенка в детский сад и так далее. И в итоге вот все эти услуги, которые идут по всей этой схеме по рождению нового ребенка, они все будут уже включены в этот единый государственный реестр по услугам населения. То есть население через эту единую систему может получить доступ ко всем услугам, которые нужны для повседневной жизни. Ну, конечно, есть у нас и некоторые, как сказать, челленджи в этом пути, потому что мы пришли к такому определенному мнению, что у нас есть и технология, у нас есть и возможность, но единственное, что иногда не хватает, это организационных навыков, это именно вот каких-то решений, которые иногда очень трудно даются, иногда приходится довольно-таки жесткие решения принимать. И вот в этом плане у нас могут намечаться какие-то задержки по выполнению разных мероприятий. Ну, это, скорее всего, да, последний слайд, поэтому ничего. Ну, в целом, это все, что я хотел вам рассказать вкратце про ту работу, которая проводится в сфере цифровой трансформации экономики и общества в Армении. Спасибо за внимание. Спасибо огромное. Если будут вопросы, прошу задать предложение, но заметьте одну важнейшую мысль, которая прозвучала. Да, мне, как преподавателю Российской экономической школы, эта мысль особенно важна, о том, что цифровые финансы сами по себе хороши, но они не будут нужны, если не будет цифровой экономика. Не знаю, насколько вы помните, по Марксу, деньги, товар, деньги, штрих, точнее, не по Марксу, а немножко раньше, Адам Смит и прочие. В цифровой экономике цифровые финансы это деньги, данные, деньги, штрих. Если государство и Центральный банк по эту сторону смотреть не будут, а будут смотреть только на технологии и финансы, то финансы мы с вами сделаем, а экономика, где они нужны, может и не оказаться. Спасибо большое. И давайте двигаться дальше. Дальше мы начинаем, действительно, ту дискуссию, которая будет идти волнами в сторону цифровизации или, наоборот, в сторону реального мира. О том, как работать без отделений, я хотел бы попросить рассказать Нурлана Акшанова, заместитель председателя управления от Басы Банк. Видите, да? Совсем уже не костюмы, не галстуки, банкиры стали другими. Добро пожаловать в Казахстан, всем гостям. Я представляю Отбасы Банк. Для тех, кто не знает, это государственный банк, который занимается только ипотечными программами в риск-статус оператора, хотя программе уже с 2009 года, сколько уже, 14 лет, и уже 36 тысяч человек уехали с дипломом в село. Я тоже об этой программе мало что знал до сегодняшнего дня, до этого года, хотя я тоже житель села, выходец из села, и первый раз город увидел, наверное, лет 10-12. Тогда мы стремились с дипломом из села. Сейчас государство стимулирует с помощью дешевых ипотечных кредитов и подъемных пособий уезжать учителей, врачей, ветеринаров и других специалистов востребованных на селе в село. Ставка очень смешная, 0,01% годовых, это, считай, тебе почти бесплатно дают. До этого года весь этот процесс проходил... Ой, как это работает? А где здесь это? Это, да? Весь этот процесс, он проходил вот так, примерно, съезди туда, сходи сюда, собери кучу справок и где-то там от 15 дней до месяца занимал этот процесс. Мы решили прийти к такому формату, не надо никуда ходить, все онлайн. Как бы это трудно и фантастично не казалось, но сейчас у нас это, слава богу, есть. Процесс происходит достаточно просто сейчас, но не просто для пользователей, потому что у нас вот этот стандарт так всегда было, мы работали так 15 лет, куда вы нас ведете, он еще силен, особенно он силен в сельской местности. Сотрудники Акиматов, которые в этом процессе затествованы, не были сильно готовы и сильно счастливы от перевода в онлайн. Итак, сейчас наш клиент на портале банка Баспана Маркет получает консультацию и подает заявки, и при этом ему нет необходимости собирать кучу документов, потому что, как вы знаете, Казахстан является одним из самых продвинутых государств мира, даже в части цифрового правительства, цифрового сервиса, и мы, как и все банки, имеем возможность интеграции со многими государственными базами данных, и сейчас вот именно в этой программе мы синтегрировались с базой физических лиц, с регистром недвижимости, с ЗАГСом, с адресными базами, потому что необходимо клиента проверять на несколько условий, по которым он может пройти или не пройти в программу. Осталось нам только синтегрироваться с базой дипломов, но там, к сожалению, база дипломов тоже еще не совсем качественная, поэтому мы пока ждем. Все эти вещи он загружает путем получения того, что он дает согласие, документы автоматически подгружаются, и сотрудник Акимата формирует электронное досье, которое уже по электронному опять пути, без всяких бумажек, падает Акиму района, который и принимает решение о предоставлении кредита, ну, по банковскому термину, это кредитный комитет или уполномоченное лицо в лице Акима района, который своей визой и электронной цифровой подписью удостоверяет получение кредита, дальше формируются договора, все идет онлайн, и единственный момент, который у нас еще не онлайн, на регистрацию договоров залога, он идет все-таки в ЦОМ, но у нас в этом есть тоже перспективная задумка, мы хотим сейчас перейти на технологию блокчейн, мы уже успешно реализуем регистрацию договоров залога через блокчейн в самом банке, порядка 50% всех сделок у нас уже происходит через блокчейн, не выходя из дома, из отделения, в течение там 50 минут клиенты уже регистрируют договора залога, на что они обычно там тратили там 3-4 дня, сейчас мы это планируем перенести и в сельские, в сельскую ипотеку, все после того, как он принес зарегистрированные договора, продавец получает деньги, клиент получает свой дом и начинает трудиться во благо села. Сейчас у нас уже более 3,5 тысяч заявок в работе и уже 700 заявок, 700 клиентов получили свои дома, стартовали мы всего лишь месяц назад, я думаю, что для такого сложного проекта, где куча водных, куча подводных камней, неподготовленная аудитория, это очень хороший результат и мы думаем, что в дальнейшем мы охватим село нашими продуктами, поскольку тоже для нас неожиданно в сентябре президент Казахстана Токаев Космужемар Кемелевич поручил от Басыбанку перенести фокус на село, на моногорода и на райцентры, а у нас мы государственный банк, мы хорошо зарабатывающий банк, у нас прибыль доходит до 100 миллиардов, в тенге, но расходная часть у нас жестко регулируется теми же государственными нормами и мы не можем открывать отделения в каждом селе, в каждом райцентре, в каждом моногороде, у нас порядка 100 отделений и все они сфокусированы в областных центрах и в мегаполисах, поэтому у нас нет планов открывать отделения, но большие планы по трансформации всего банковского бизнеса нашего в дистанционный формат конечно же не было бы счастья да несчастье помогло, импульс дал нам ковид, когда вся банковская, не только банковская, все учреждения переходили спешно на онлайн формат и мы в 2020 году уже бурно развивали видеобанкинг с помощью наших партнеров из видео КИЗ мы проводим удаленную идентификацию общаемся с людьми из разных регионов через видео сервис и открываем депозиты и уже выдаем кредиты мы сейчас идем на пути к цифровой ипотеке но мы не форсируем это направление поскольку у нас уже есть такой гибридный формат как он сейчас называется фиджитал когда через видео сервис вы уже можете оформить ипотеку не посещая наши отделения а тот формат когда человек один остается один на один с компьютером не получая дополнительной консультации мы к этому все-таки решили подойти осторожно изучить клиентский опыт потому что получить ипотеку на 20 лет квартиру и купить там микроволновку в кредит это совсем разные вещи я думаю что каждый здесь сидящих согласится со мной что лучше как в том анекдоте а поговорить поэтому мы сейчас развиваем этот сервис но запуск пока еще держим на паузе вот сейчас у нас доля дистанционных услуг с 15% резко выросла до 78% у нас уже каждый второй депозит открывается онлайн или в видеобанкинге или в приложении раньше это были забитые отделения кто раньше был отбасы банки помнят легендарные очереди в которых там даже семьи рождались потому что люди сидели по 5-6 часов и успевали познакомиться и начать новый семейный путь сейчас у нас уже 78% по кредитам у нас еще пока доля не так высока все-таки человек хочет поговорить физически с менеджером банка приходит в отделение или в наш консультационный центр но порядка 200 кредитов в месяц мы уже через видеосервис выдаем но думаю что это не предел в принципе все если у я не знаю формат предполагает вопросы из зала или нет вопросы придут приложение обязательно задам хорошо у меня просто есть подарки для тех кто задаст самый классный вопрос вы имеете это что-то творится вчера приглашали пить кофе теперь приглашают задать вопросы ну я тогда приготовлю вопрос но задам его позже хорошо спасибо огромное давайте еще раз скажем спасибо коль заговорили про видеоидентификацию мы прямо перед началом зала с Александром спорили и сейчас вот вы видели мы переглядывались имеет ли кейс о котором говорил Нурлан к тому о чем хочет рассказать Александр Александр Филинский директор по развитию бизнеса Prime Bridge у него названо сложно цифровой клон отделение банковой страховой компании но насколько я понимаю про те риски и про те возможности которые это дает да коллеги добрый день спасибо за выступление мы вот тот самый видео КИЗ который Нурлан хотим представить рассказать про нас мы достаточно редко появляемся на подобных мероприятиях за большой период первый раз но мы считаем что у нас достаточно интересный продукт который заинтересует вас в принципе коротко о себе и коротко о продукте так извините то есть мы с 2008 года на рынке это порядка 15 лет мы уже пытаемся реализовывать ваши идеи в наших системах в наших сервисах и скажем делаем максимально для того чтобы отвечать вашим потребностям за это время мы создали две собственно писанных платформы мы полностью казахстанская компания разработчик причем мы стараемся разрабатывать все сами потому что наши клиенты очень наш любимый банк отбасы это клиенты которые имеют очень специфичные требования которые реализуют удивительные на самом деле проекты и зачастую когда я с ними разговариваю вообще это вообще реально сделать нет а оказывается в итоге то есть коллеги причем я хочу сказать что наша заслуга только часть автоматизации а организационная часть это полностью грамотный подход две платформы коротко просто о платформах это платформа по факту делящаяся по логике на платформу B2C то есть когда наш клиент работает с конечником и B2B это платформа когда наш клиент работает с неким партнерской компанией существует специфика чем мы занимаемся всю жизнь вот уже на протяжении этих лет мы в основном выстраиваем системы которые привлекают осуществляют процесс онбординга процесс оказания услуги и последующей коммуникации как я сказал в двух направлениях сегодня мы сфокусируемся на первой платформе которая называется TSA Targeted Survey Audit на базе этой платформы нами разработано как раз решение которое мы пришли к названию Digital Branch причем могу сказать что за вот этот последний день мы несколько пересмотрели концепцию поэтому я добавлю некоторую информацию которой мы наверное нет в слайдах но которая наверное критична и важна вот собственно говоря хочу рассказать вообще какая концепция лежала за созданием собственно говоря всей этой задачи потребители становятся и наши клиенты вернее ваши клиенты они хотят услуги они хотят получать услуги в удобном для них формате хотят получать быстро но с другой стороны те классические схемы персонализированного общения личного общения с непосредственно клиентом это тоже достаточно важная составляющая и вот опять о том что говорил Нурлан что есть люди которые хотят поговорить хотят поговорить с конкретным человеком и не всегда цифровая часть устраивает с другой стороны мы все очень четко помним что цифровое что это значит в любое время в любая возможность когда удобно подключили сделали получили услугу и так далее мы определили в качестве нашего пути нечто объединяющее преимущество обоих подходов когда с одной стороны вы полностью интегрировали цифровую среду мы делаем электронную биодиментификацию мы умеем вытащить документ с Ягава кстати вот сделали проект именно с Басыбанком то есть даже удостоверение не надо приносить мы его можем забрать и все сопутствующие цифровые сервисы они работают при этом мы сохраняем личное персональное общение с оператором который может понять ситуацию что-то прокомментировать личное общение всегда важно на базе собственно говоря этих продуктов и на базе нашей платформы мы создали продукт мы назвали его так гордо цифровой офис причем важно сказать что по большому счету с применением этого продукта вы можете продать любой сложности по факту продукт и как было хорошо упомянуто что одно дело купить микроволновку другое дело квартиру либо получить сложный кредит либо оформить аккредитив либо например сделать сделку когда контрагенты сделки потому что не всегда работают клиент с банком например два человека вы хотите примонтировать квартиру в Астане вы находитесь в Амаке надо ехать надо согласовать сделку необходимо то есть контрагенты находятся далеко друг от друга когда необходимо сделка сложная сделка на большую сумму то есть необходимо личное общение при этом очень важный аспект который кстати я хотел упомянуть это и социальный аспект то есть есть матери с маленькими детьми есть ну просто люди которые с ограниченными возможностями сложно прийти в банк есть люди у которых проблемы с речью и им нужен человек который собственно говоря ну сайта может быть не всегда достаточно им нужен там сортопереводчик и так далее и так далее то есть в рамках нашего решения мы технологически позволяем решить эти задачи собственно говоря предоставляя персонализированный сервис не теряя контакта на самом деле я бы хотел представить эту систему немного шире потому что да это банковские формы мы представим ее для банков но по факту нам удалось сделать систему которая связывает некую группу людей представляющих услуги то есть это операторы это сотрудники это страховые агенты ну почему нет это врачи которые находятся и оказываются в амбулаторных учениях с одной группой причем не важно где они находятся они могут сидеть в офисе они могут сидеть в колл-центре они могут по большому счету быть на удаленке то что сейчас модно и работать дома при этом то есть это люди оказывающие услуги и группу клиентов которые хотят получить услуги которые точно так же могут находиться фактически в любом месте обращаться и обращаться с используемой подобных коммуникаций в банк и мы то ядро которое объединяет при этом мы можем распределить мы можем перенаправить мы можем привлечь того специалиста согласно запросу клиента который нам необходим в случае банков мы можем связать врача с пациентом в случае медицины мы можем страхового комиссара связать с человеком который стоит там оформляет договор страхования либо осматривает случай мы можем почему нет есть совершенно сумасшедшая идея если мы можем в ваш маркетплейс клиент связался и хочет посмотреть товар мы можем его связать с сотрудником который прямо на данный момент находится в торговом зале например с улпака и посмотреть ту же самую микроволновку которую мы хотим купить да отзывы важны да видео важно да картинки важны но здесь мы можем по большому счету связать его с человеком этот человек может просто показать ему микроволновку в абсолютном онлайне ответить на те вопросы которые нужны вот дальше здесь чуть-чуть я прокомментирую это результаты по большому счету отбасы банка то есть порядка там 300 тысяч входящих обработанных входящих обращений клиентов и порядка 200 тысяч было сделано из входящих обращений где-то мы забираем 29 процентов оформления депозитов самого банка то есть по большому счету это где-то порядка 20-30 процентов я считаю что результаты достойные и по большому счету как мы видим на примере например тех клиентов с кем мы работаем есть потребность у ваших клиентов в том чтобы обратиться и получить услуги не просто там в чистой цифре без какого-то общения а наличие человека который может ответить на вопрос и что-то прокомментировать тоже крайне важно по преимуществам которые мы бы хотели отметить ну то есть первое мы попытались объединить лучшие из двух миров из мира цифрового когда все работает на компьютере и мира личного вот этого лампового общения с клиентом мы все-таки считаем что для продажи сложных это крайне спорный вопрос я не хочу поднимать споры но когда продукт сложный долгий дорогой наверное все-таки очень важно наличие человеческого общения и мы это можем реализовать да информационное обеспечение банков и вообще финансовых структур очень хорошие то есть есть сайты где все написано но иногда люди не очень любят читать то есть поколение тикток и все-таки хотелось чтобы кто-то это все рассказал по поводу сокращения ошибок и мошенничества то есть естественно мы интегрированы со всеми необходимыми системами идентификации то есть с учетом того что это не единственный проект мы уже успели там достаточно большим количеством систем биоидентификации интегрироваться мы интегрированы с ЕГАМ с порталом при получении данных и второе ну что наверное тоже очень важно все естественно тотально все общение с вашим клиентом при необходимости записывается причем пишется и звуковая дорожка и видеодорожка то есть всегда есть возможность вернуться и посмотреть дополнительно в этом плане хочу отметить что у нас есть клиент который вообще использует наше решение для своих служб безопасности то есть когда предполагается что на клиента оказывается он находится в онлайн канале на клиента оказывается давление в этом случае приостанавливается действие его счетов служба безопасности связывается с ним по видеосвязи с возможностью осмотра помещений и так далее то есть это то что это действующий проект да кстати я не упомянул это не стартап это система которая уже работает там больше трех лет там в ряде клиентов ну увеличение клиентской базы за счет чего мы предполагаем человек на работе человек удален ему нужно сходить он на работе с 9 до 6 банки работают до 7 надо успеть здесь мы даем эту возможность то есть все-таки связаться на 10-15 минут с банком поговорить и решить вопрос гораздо проще чем подниматься и идти в отделение ну и дополнительно хочу отметить социальный эффект это все-таки мы можем оказывать услуги людям с ограниченными возможностями мы можем оказывать людям которые сильно удалены мы можем оказывать услуги людям которые когда вернее как нужно оказать услугу когда мы можем собрать несколько людей несколько людей вместе и они вместе должны это все обсуждать по сферам применения ну например понятно то есть очевидно банки очевидно страховые компании мы очень заинтересованы попробовать с кем-то из сейчас еще мы этот проект он разработан но мы ищем партнера с кем мы попробуем сделать запустить задачу маркетплейса вот с коллегой мы обсуждали он говорит что ребята идите в медицину потому что для медицины это вообще спасение ну вот например авиакомпании то есть у меня был товарищ который при регистрации билета в имени Стас Ким сделал 8 ошибок и авиакомпании попросил а как можно связаться то есть можете прийти в офис потому что хотим с вами пообщаться то есть тоже опять же ходить не надо можно запускать подобные сервисы для государственных структур интервью интервью при приеме в институт опять же сопутствующие оказания услуг собственно говоря такие области здесь у нас два достаточно больших слайна по функциональным возможностям я так как осталось всего 3 минуты я предлагаю особо по ним не вдаваться каждому обсуждать не будем и мы прям вот на выходе слева с вот этим вот панелью это наш стенд подходите мы с удовольствием расскажем все детали которые вам интересны я отмечу буквально несколько фактов которые крайне важны естественно когда мы разрабатывали систему и внедряли эту систему очень четко понимаем что банк это банк это высочайший уровень безопасности и задача проведаться в банковскую инструктуру с таким продуктом как видеоконтактный центр это очень непростая но уже 3 раза мы смогли решить эту задачу успешно и это работает при этом мы очень четко соответствуем требованиям национального банка по безопасности оказания подобных услуг мы интегрированы с государственными сервисами сервисами идентификации достаточно успешно работает но при этом мы можем работать с вашими собственными это важный момент который хотелось бы отметить мы очень четко управляем задачами которые относятся к распределению по поиску правильного оператора правильного контакта для нашего клиента ну например если разговор прервался то система при повторном звонке автоматически пытается соединить его сначала с тем оператором с которым он уже разговаривал естественно мы можем перебрасывать между то есть оператором почему он говорит а вы знаете вот есть более крупный отраслевой специалист вы к теме обращения неправильные выборы передайте в качестве примера например маркетплейса мы хотели привести ну вот например девушка хочет купить стиральную машинку она обратилась в маркетплейс связалась посмотреть машинку да и все устроено ну а теперь давайте подключим моего мужа который за это будет платить мы подключаем собственно говоря супруга который подтверждает и заканчивает сделку переключая его на тот же самый срединый отдел банка все получили сделали сделка состоялась почему важно потому что очень многие люди ну вот по крайней мере статистику которые мы смотрим 60% людей которые посмотрели выбрали какой-то товар положили его в корзину не купили там порядка 60% почему потому что они пошли в магазин для того чтобы его посмотреть вот дальше что бы хотелось сказать что еще важно мы к сожалению этих слайдов нет но есть еще один момент который я бы хотел отметить то что мы делаем дополнительно вот этим видеоконтактам у нас есть в рамках нашей же платформы есть решение которое собственно говоря занимается привлечением онбординга у клиентов то есть это последовательность автоматизированных шагов которые привлекают системы видеобанки больше оказания услуг и также у нас есть блок который относится к последующим сложным коммуникациям рассылкам обращениям то есть это сегментация базы это триггерные рассылки динамические рассылки обращения поздравления с днем рождения у вас не хватает документов у вас кончается контракт пожалуйста придите пожалуйста зарегистрируйтесь причем мы работаем как в онлайне так и в уфане что важно сказать ну время собственно говоря кончилось рассказать можно еще поэтому приглашаю вас на наш стенд если у вас остались какие-то вопросы то есть прошу прощения за это сумбурное выступление но сразу за все отвечаем продукт должен быть интересен для вас спасибо спасибо большое Александр я не буду говорить про два вопроса которые вам задаст Нурлан точнее так не скажу про первый вопрос но он сфотографировал когда вы показали показатели были на экране но второй вопрос я точно знаю Нурлан который вам задаст он скажет когда мы ваших физических операторов которые стоят много денег поменяем на тех самых роботов которые можно нарисовать ну давайте двигаться дальше спасибо большое за такой совместный кейс и рассказ не знаю волшебная это таблетка или нет но я хотел попросить Романа Романа Пилипенко директор по развитию Бандера Агенси ЛТД рассказать про другие волшебные таблетки которые он знает видел и может быть даже сам внедрял в других банках спасибо большое хотел уточнить как Роман будет представлять он включен доброе утро дамы и господа большая честь выступать перед такой уважаемой аудиторией хочу поблагодарить архкомитет за то что позволили выступить также поблагодарить спикеров которые поделились такими интересными актуальными свежими материалами и поблагодарить аудиторию за внимательность как сказал Волт Дисней ваша внимательность к деталям сделает магию возможной позвольте мне создать магию в вашем бизнесе и я вижу вы немножко устали хочу познакомиться немножко размяться скажите пожалуйста поднимите руку в зале кто из вас является собственник или управляющий бизнеса есть такие спасибо а кто из аудитории является маркетологом кто продвигает продукты услуги запускает есть маркетологи хорошо а кто из маркетологов верит что есть такая таблетка которая позволит компании выйти в лидеры рынка в течение года есть маркетологи я вижу рук меньше они что-то недоговаривают что-то скрывает от вас мы то знаем что такая таблетка есть и мы применяем эту таблетку для наших клиентов стив джобс сказал что инновация это способность в изменениях видеть возможность а не угрозу меня зовут Роман Пилипенко я директор и соучредитель компании бандера мы как раз изменения клиентов превращаем в их выгоды позвольте не могу рассказать о нас и о нашем подходе мы создали компанию в 2023 году быстро масштабировались наша штаб квартира находится в Великобритании в Лондоне также у нас есть представительство в Украине Турции и Канаде я как раз вчера приехал из солнечной Алании и привез вам немножко тепла наша география клиентов охватывает такие страны как Грузия Узбекистан Филиппины Вьетнам Украина Румуния мы также наши клиенты это хорошо профинансированные стартапы или же финансовые компании или банки с большими амбициями мы не являемся классическим агентством мы не продаем контексты SEO или что-то мы воплощаем embedded маркетинг это интегрированный партнерский маркетинг мы включаемся в команду бизнеса и обучаем настраиваем процессы достигаем существенных измеримых результатов бизнес КПИ и передаем весь опыт и выходим с проекта мы уходим на 6 12 18 месяцев в бизнес мы союзники в достижении цели и так в чем же секрет рецепт нашей волшебной таблетки первый рецепт это понимание клиентов знание его еще Филипп Котлер об этом говорил но мы пошли дальше мы не занимаемся косметическим клиентцентрическим подходом у нас подход более глубокого анализа есть количественный и качественный количественный подход основан на анализе бигдаты понимание своей базы клиентов как пользователи реагируют какие у них триггеры поведения об этом вчера рассказывали спикеры мы это применяем для наших клиентов изучаем все и запускаем отдельные стратегии на самые привлекательные сегменты текущей базы второй подход это качественный подход это знание аватара и целевой аудитории мы проводим нейроисследования целевой аудитории как текущих клиентов так и потенциальных и выявляем их модель восприятия как они воспринимают себя как воспринимают продукт услугу ваш бренд как воспринимают конкурентов мы понимаем их мечты их страхи чего они боятся что переживают и этот позволяет нам доносить продукт давая больше ценностей для наших клиентов мы не манипулируем ихними ими мы просто даем им то о чем они мечтают из опыта нашего одного из клиентов мы провели исследование это крупная финансовая компания занимала третью позицию на рынке и выявилось что целевая аудитория потенциальный клиент это люди которые с эгоцентрическим отношением к себе для них важно чтобы лично для них это позиционировалось это кстати были кредиты то есть показывать какие они важные какие они особенные и чтобы это было еще с фаном мы перестроили полностью всю коммуникацию тонов поиск тексты креативы и это в принципе взорвало продажи компания в течение года стала лидером этого этой ниши и это очень перегретый конкурентный рынок кто хотел бы так же да второй следующий наш кейс это мы работаем с крупным банком он занимал вторую позицию в своей нише для него мы провели исследование и выявили что клиенты их пользователи они преследовали принцип pain avoiders то есть они избегали угроз каких-то ошибок задача стояла в том чтобы увеличить долю пользования мобильным приложением но так как пользователи не доверяли приложению они ходили в банк для них лучше сходить в банк поменять вот это отношение у нас такая стала задача и мы также изменили все тексты отношения мы говорили что они могут легко просто пользоваться приложением то есть нужно было показать прозрачность этого приложения и мы также говорили что вы ваше приложение так как отделение дома то есть вы можете все услуги делать дома не ходя в банк и любую ошибку вы можете отменить если вам нужен оператор вы можете круглосуточно 24 на 7 обращаться к оператору и он с вами свяжется решить все ваши проблемы не нужно ходить в банк то есть вот приложение пользуйтесь и это позволило изменив этот подход мы смогли поднять долю продаж на 32% в в диджитал продажах кто хотел бы так же следующим рецептом является это точная настройка аналитики маркетинговая команда должна знать что сработало вчера и что не сработало это тоже важно знать если не сработало менять подходы важно не то что не прогресс а измерение прогресса следующим ингредиентом является правильно работающий перформанс компаний если у вас что-то не перформит значит что-то неправильно работает важно делать обе тестирования проверять каждый эксперимент если это срабатывает это можно масштабировать у нас мы сделали такое исследование и выявилось что в одного из банка компаний на депозиты генерили кредиты и мы увеличили бюджеты на эти компании на депозитные компании это нам дало дополнительный буст продажи кредитных продуктов вот такой инсайт поэтому тоже исследуйте какие у вас есть инсайты в вашей аналитике важно также развивать бренд то есть если вы выходите на рынок с каким-то продуктом с услугой важно сначала сформировать знания о бренде тоже был кейс когда запускали акцию и сначала запустили перформанс компаний они не могут сгенерить вам быстрый awareness нужно сначала запустить бренд мы порекомендовали запустить двухнедельные компании на ТВ сформировать медиаподдержку и после этого запустить перформанс компании которые дали продаж это сработало и стоимость привлеченного кредита уменьшилась на 61% когда мы поменяли подход важным рецептом является дисциплина в команде маркетинга важно чтобы они задавали себе пять вопросов почему у меня это сработало или не сработало как в Тойоте если будет правильная система мотивации они будут это делать дальше следующим рецептом является интеграция и дисциплина синхронизации между командами маркетинга коммерции продакт оунера и плейс оунера на ежедневной основе потому что бывает так что все работают команды достигают каких-то результатов и в итоге план не выполнен а если бы они синхронизировались каждый день они бы понимали какие общие цели и как они идут достигают ли они на ежедневной основе или нет если нет нужно что-то менять дальше важна подход мотивации по принципу кейс это keep it simple and short упрощайте программу мотивации она должна быть простой из одного из кейса нашего клиента у команды маркетинга было 10 показателей они не знали скажем так демотивированные были они не могли наполовину их влиять мы порекомендовали три показателя объем инсталляции приложения объем продаж и количество продаж в итоге за месяц эти показатели были достигнуты команда получила мотивацию свою и поверила больше и еще больше вовлеклась в процессы достижения своих целей дальше и что же это дало нам в итоге для наших клиентов это как бы собранные результаты наших клиентов по работе за 6 кого-то год кого-то 18 месяцев в одно из клиентов мы уменьшили стоимость привлечения инсталляции в три раза в другого мы увеличили объем продаж на рынке в третьего мы достигли брейк-ивена при том что затраты на маркетинг были увеличены следующего клиента он вышел на рынок конкурентный это был стартап у него был челлендж войти в этот рынок мы по работе с нами мы смогли его вывести в топ-2 позиции по скачиваниям при том что доля его была всего лишь 5% на рынке также хочу отметить то что с одним клиентом мы снизили черн на 30% когда мы делали исследование мы обнаружили что пользователи очень недовольны большими коммуникационной нагрузкой и они проявляли это недовольство возможно это у вас тоже происходит это нужно замерять и мы сделали продикшн систему которая помогла вычислить пользователей которые попадут в черн и для них мы делали отдельную коммуникацию делали отдельный оффер это позволило снизить коммуникационную нагрузку в 10 раз и черн сократить на 30% в заключение хочу сказать что планируйте ваши коммуникации с клиентами заранее тестируйте не бойтесь экспериментировать и важно также замерять результат важно замерять все ваши эксперименты если вы это делаете синхронно каждый день с командой тогда вы это знаете что у вас не работает все это помните что это все возможно с нашим подходом к маркетингу для нас каждый клиент это отдельная история у каждого клиента свой путь к успеху мы не создаем рекламные компании мы просто мы создаем истории которые запоминаются я понимаю что вложиться в 15 минут рассказать все кейсы все истории это практически невозможно поэтому для вас мы сделали подарок мы собрали все наши кейсы по анализу бигдаты по анализу аналитики UI UX развитие приложения дарит коммуникации это все собрали большой документ и вы его можете скачать перейдя блок QR коду можете сфотографировать и в принципе скачать для своего бизнеса применить все эти методы адаптировать если кто-то не успеет вы можете подойти ко мне и я поделюсь с вами QR кодом можете задать отдельный вопрос проговорить ситуации дальше это еще не все хочу сказать что мы можем помочь вашему бизнесу стать тем лидером о котором вы мечтаете смело обращайтесь к нам и мы вместе сделаем невозможное спасибо за внимание спасибо огромное Роман надеюсь что чаяние аудитории по поводу волшебной таблетки и иные их ожидания будут реализованы с помощью QR кода который был на экране не забывайте также что есть приложение если вы хотите задать вопросы то вопросы задавайте вопросы поступают поэтому мы будем стремиться укладываться по времени в то что нам предначертано организаторами и чтобы были минуты на вопросы что дальше а дальше наверное действительно та же самая история может быть о которой мы в самом начале еще говорили помните господин Петросян говорил о том что нужно поменять нет это не он говорил он привел цитату господина Эйнштейна о том что нужно поменять мышление если вы хотите решить те проблемы которые существуют как это в действительности упаковать в предложение для клиента чтобы тем самым выделяться я хочу попросить Емельянову Марию банк нет это не банк это Freedom Mobile он называется директор по продаже Freedom Mobile рассказать как они это делают как они по другому смотрят на то что нужно клиенту и как это можно решить и как это они это упаковывают в ценностные предложения вы там будете выступать или сюда подойдете спасибо я буду перемещаться спасибо большое они все перемещаются да хочется сказать в первую очередь огромное спасибо каждому из вас потому что каждый из вас на самом деле меняет индустрию финансовую индустрию Казахстана каждый из вас делает огромное дело поэтому спасибо вам за это и спасибо вам за то что вы сегодня здесь и сейчас да действительно мы сегодня будем говорить о том что происходит на рынке как создается ценность как ее как ее создают стартапы посмотрим на разницу между огромной корпорацией между стартапами мы как компания Freedom Mobile относим себя к числю стартапов поделимся своими интересными подходами я очень надеюсь что каждому из вас будет сегодня интересно итак погнали тот стартап который не мечтает сайт корпорации я понял абсолютно меня зовут Емельянова Мария со многими из вас знакома у меня огромный опыт работы в финансовом секторе потому что больше 17 лет я работала в компании FumCredit присоединилась в составе первых первых людей поэтому FumCredit все кто с FumCredit это отдельная любовь спасибо чем занималась раньше это запуск новых продуктов услуг запуск собственной банковской сети агентские сети работала в корпоративном университете сейчас в компании Freedom Mobile отвечаю за три участка это департамент продаж наш блок входит департамент клиентского сервиса спасибо за то что вы делаете и учебный центр также еще являюсь спикером ментором и тренером вот ровно год назад на этой конференции я представляла HomeCreditBank и рассказывала о том что мы делаем на стороне HomeCreditBank я переместилась в стартап и стартап меня принял вот так вот с растертыми объятиями на самом деле он меня принял вот так потому что вот на этой высоте ты себя чувствуешь именно так это настоящий выход из зоны комфорта потому что одна история это работать в отлаженном бизнесе а другая история это присоединиться к новому стартапу где многое уже сделано но на самом деле еще больше не сделано поэтому каждый день приходится рисковать и создавать что-то абсолютно новое сегодня сегодня мы поговорим о ключевых различиях между корпорацией и стартапами посмотрим на это через призму мышления и это как раз таки об этом мышлении это тонкая нить звучала с самого утра через презентацию многих спикеров и я поддержу и покажу примерами как же выглядит разница в мышлении я думаю что каждый из вас ее предполагает но сегодня и сейчас вы увидите в чем же конкретно она отличается мы посмотрим на разницу в культуре стартапов и корпораций мы посмотрим на разницу в бизнес моделях и мы на самом деле взглянем на интересную статистику мировых стартапов которые абсолютно меняют индустрию вчера была приведена классная статистика о том что происходит со стартапами на рынке Казахстана если кто-то не видел эти данные вот прям рекомендую потом у организатора взять эти презентации классный материал спасибо большое за то что он звучал я же покажу мировую статистику мы поговорим о ценностном предложении мы поговорим о том подходе который мы используем с командой Freedom Mobile итак посмотрите на эту картинку и задумайтесь на какой вы стороне вот так вот выглядит разница в мышлении корпорации стартапа и кто-то смотрит на это и думает я большой и сильный а другой соперник думает совсем по-другому он толстый и медленный как же вы думаете кто победит на самом деле покажет время мы абсолютно правы у каждого разный подход и может победить один и другой но на самом деле путь в бизнесе он абсолютно разный у стартапов это путь который заточен на быстрое масштабирование на поиск новых рынков на инновации ориентированность на сотрудничество ориентированность на рост а если мы говорим о корпорациях то корпорациями являются уже часто устоявшийся бизнес иерархичные ориентированные на производительность структуры поэтому в этом огромная разница между стартапами и корпорациями итак разница она также очевидна и в культуре и в мировоззрении очень часто в корпорациях люди думают о том что слушайте важно чтобы кто-то что-то сказал что делать вот не направят лучше лишний раз делать не буду это история про корпорации очень много согласования идет спрашивают разрешения ну практически на все те кто работает в крупных корпорациях сразу так почувствовали эту боль всякие people канцелы бесконечные согласования разные комитеты это все на самом деле есть в крупных компаниях часто в корпорациях выявлена и так скажем заметна любовь к процессу а не к результатам к сожалению ну и беспокойство о том чтобы прикрыть можно было сказать напрямую но я скажу завуалированно прикрыть свою репутацию если это повредит репутацию то наверное лучше этого не делать если мы говорим о стартапе какое же здесь различие в мировоззрении здесь мы можем увидеть что это явно предпринимательский склад ума люди предпочитают действовать если что-то не получается извиняются чуть позже люди четко понимают что плевать на процесс если нет результата если результата нет ну значит мы сделали что-то не так ну и финальное отсутствие результата прямую означает потерю работы поэтому на результат заточены все абсолютно и все смотрят в одну сторону стартап культура обычно выделяется тем что в компании настроена такая очень творческая среда и ценят вот это вот близкое общение если мы говорим о корпорации то это структурированное формальное общение уже сформированная корпоративная культура ну и конечно же это все отличается размерами компании и как правило приходится носить несколько шляп те кто в маленькой развивающейся стартап компании наверное это чувствуют что там вот точно на пяти стульях нужно сидеть и гнец и кузнец и все остальное а если мы говорим про компанию уже большую корпорацию то здесь уже есть описание ролей круги полномочий Сергей так же как в Мукредите как в Альфа-банке где четко есть иерархия где есть четкая понятная ответственность вот в этом ключевое отличие непосредственно культур также есть глобальное отличие во взглядах посмотрите на эту картинку и каждый из вас может видеть свою картинку кто-то видит два кто-то видит три кто-то четыре на верхней картинке кто-то видит дерево или силуэт лица мы на самом деле имеем разные взгляды и вот эти вот разные взгляды дают нам разные подходы к возможностям когда мы говорим о корпорациях на что заточены корпорации у них есть доля рынка 20 процентов они борются за лидерство и думают how lead the game как вообще эту игру на рынке выиграть и они пытаются перетянуть одеяло на себя и 20 процентов превратить 25 или 30 вот это основной фокус корпорации если мы говорим про стартапы стартапов нечего перетягивать у них нет этой доли в 20 процентов они думают принципиально по-другому они думают о том how change the game как изменить правила игры вот это вот предпринимательский склад ума потому что по-другому ты одеяло на себя никак не перетянешь и соответственно бизнес-модели абсолютно отличаются стартап ищет бизнес-модель у него она как таковая еще не возникла он находится в поисках и отсюда уже есть любовь и страсть к экспериментам здесь есть поиск новых бизнес-моделей и поиск новых рынков если же мы говорим о корпорациях то история полностью противоположная это уже тот стартап который выстрелил он уже становится более крупным менее поворотливым и основной фокус конечно же не рисковать снизить количество рисков снизить количество неудач и заточиться на минимизацию расходов и на повышение эффективности вот это вот такое основное отличие немножко интересной статистики о мировых стартапах свежие данные интересные данные 60% стартапов так скажем имеет огромный потенциал в сфере развития искусственного интеллекта поэтому основной фокус стартапов он конечно же сейчас сюда более 69% стартапов они вообще начинаются как домашний бизнес когда маленькая компания друзей или семья что-то создают и это перерастает в что-то большое крупное и интересное 58% стартапов мировых стартуют совсем маленьким капиталом в 25 тысяч долларов ну и лишь 40% старт на рынке то лидер конечно же США они генерят огромное количество там 75 тысяч стартапов и большую долю в стартапах занимает конечно же финтех этому и посвящена сегодняшняя конференция финтех занимает 7,1% поэтому большая доля представлена именно в этой отрасли ну и основных стартапов которые сейчас рулят миром где-то эти стартапы абсолютно меняют индустрии какие-то компании я думаю что многие из нас пользуются продуктами услугами этих компаний и они абсолютно знакомы вам и на самом деле тенденция выглядит так что с начала тысячелетия все больше и больше компаний стало новых появляться и попадают компании которые моложе 25 лет потому что эти как раз таки компании являются лидерами по созданию стоимости почему они являются лидерами потому что они находятся в поиске новой ценности ее очень эффективно создают вот здесь вот 4 стартапа которые поменяли вообще мир и самое главное они поменяли модель создания стоимости только подумайте допустим фейсбук огромное средство массовой информации которое не генерит своего контента вообще или алибаба самый крупный ритейлер у которого нет собственных запасов товарных или мы говорим о том что компания airbnb таксопарка вот здесь еще парочку примеров вкратце о них расскажу яркие примеры стартапов airbnb создали два одноклассника в какой-то момент они снимали квартиру и в сан-франциско проходила большая конференция они думают дай-ка мы поднаваримся на этой истории надули купили надувной матрас и решили сдавать это койко место надувное и добавить к нему завтрак думали где разместить свою рекламу в конце концов решили не идти конкурентам а создать свой мини-сайт так и родилась в конце концов идея и сейчас многие пользуются из нас услугами компании airbnb надувной матрас и завтрак то же самое uber когда-то существовали медальоны лицензии на то чтобы работать именно в сфере таксопарка многих не нравились те услуги потому что таксист мог не приехать вовремя не всегда это было безопасно ребята которые уже в кремниевой долине были известны решили запустить свой стартап и выпустить на рынок uber у них возникали проблемы потому что изначально было это uber cup и у водителей забирали лицензии они решили убрать слово cap и оставить только uber и вот что получилось все мы с удовольствием за рубежом пользуемся uber ну а теперь давайте посмотрим то что делаем мы у нас с компанией freedom mobile я надеюсь что многие из присутствующих здесь нами знакомы мы присутствуем в разных форматах это большие концепт-сторы это маленькие островки и стрит-ритейл и магазины которые находятся в центре города прямо на улице у нас большая сетка и мы являемся главным по смартфонам в нашей компании мы используем такую бережливую методологию лин-стартапа мы очень так скажем аккуратно тестим разные гипотезы бережно относимся к ресурсам и если мы понимаем что эта история взлетает только тогда мы ее начинаем уже там из какого-то минимум value proposition продукта через mvp выводить во что-то крупное и уже более устойчивое вообще бережливые стартапы используют вот такие вот разные методики сегодня уже звучали ряд из этих методик 5 почему наблюдения исследования cgm и так далее важная история для того чтобы понять что происходит в бизнесе мы это используем на регулярной основе что мы делаем мы тестим гипотезы кто-то ищет волшебную таблетку нам бы хотелось ее найти но я лично с командой выхожу в поля и начинаю тестировать эти гипотезы сейчас промежутки между лекциями тоже будут тестировать одну из гипотез поеду по точкам очень сложно остановить трафик очень сложно привлечь внимание смотрим на что реагирует клиент вот здесь вот мы решили о том что клиент лучше взаимодействует и готов узнать о нашем продукте когда мы создаем для него ценность платная услуга с по телефону в подарок и люди которые шли мимо останавливаются с удовольствием пользуются этой ценностью а мы рады так скажем позаботиться о наших клиентах привести в порядок телефон мы даже предлагаем допустим продажу квартир нашему трафику мы так скажем используем постаматы и генерим промокоды для этого трафика если вы будете заказывать что-то на маркетплейсах и эти постаматы размещены у нас либо в других точках то вы можете получить как раз таки очень выгодный купон промокупон со скидкой в нашу сетку мы клеим стекла в подарок оцениваем воронку по этому продукту мы экспериментируем с рекламой видите какое огромное количество просмотров наше хулиганство на самом деле набирает 27 миллионов набрал человек который упал в нашем магазине мы разбрасываем портмоне с деньгами тоже залетает 50 тысяч просмотров ой 50 тысяч так скажем шеров 7 миллионов просмотров одно дело разместить листовку другое дело бросить бумажник с промокодом вероятность того что поднимут его она автоматически возрастает Мария я вынужден напомнить время буквально 30 секунд мы экспериментируем активно размещают у себя и мы активно предлагаем услугу трейдин мы выкупаем телефоны дорого есть еще разные фразы что мы там делаем дорого мы себя называем но вот самое лояльное куплю твой телефон дорого когда на самом деле больше 200 миллионов долларов на рынке Казахстана заморожены в старых телефонах которые лежат у вас в тумбочках приносите к нам меняйте на новые девайсы потому что на самом деле завтра мы запускаем продажи 15 айфона если вы мечтаете купить 15 айфон и не знаете что 15 айфон и будет той самой здесь мы здесь мы тоже экспериментируем потому что с самой волшебной таблеткой Мария вынуждена остановиться спасибо большое за внимание за ваш интерес спасибо спасибо огромное я прошу всех спикеров не забывать что действительно есть еще время должно быть время других спикеров и поэтому давайте двигаться дальше мы много говорили о том как работать с физическими лицами следующий спикер Абдуст Солом Азимов банк СХ Республика Таташдан продакт менеджер о том как сделать цифровые услуги для юридических лиц я правильно понял да можно презентацию коллеги помогите пожалуйста с презентацией Абдуст Солома Поехали Добрый день коллеги приветствую вас всех наш продукт это онлайн банк для бизнеса первый раз презентуется на такой площадке почему первые шаги к финтех так как мы смогли за короткое время почти за два года перейти от классического обслуживания юрлиц на свой цифровой канал это интернет банк для юрлиц СХТ бизнес сегодня я расскажу про этапы обслуживания которые были в нашем банке и внедрение и развитие ДБО СХТ бизнес по этапам банка сначала с момента основания наш банк существовал в нашем банке существовала традиционная модель банковского обслуживания это та модель в которой взаимодействие сотрудников и банка происходит в офисах филиалов или наших банков в те времена у нас не было ни одного канала ДБО и мы хотели в те времена уже мы перешли на транзитную модель это там мы взяли вендорные коробочные варианты по юрлицам по физлицам и тогда еще эти сервисы полностью выполняли основные свои функции но заранее мы знали что с развитием цифровизации мы уже не будем конкурентами на нашем рынке с этими инструментами и правлением банка было решено что мы должны создать цифровой департамент который будет основная функция которая будет это оцифровывать те услуги которые предоставляют банк клиенту и на сегодняшний день мы имеем много сервисов это по физлицам это мобильный кошелек СХТ онлайн по юрлицам это онлайн банк это СХТ бизнес по эквайрингу это СХТ мерчант но сегодня я расскажу на примере про онлайн банк для бизнеса это СХТ бизнес это вчерашний победитель номинации лучший интернет банк для бизнеса для малого бизнеса про основные события в нашем онлайн банке это РКО расчетно-кассовое обслуживание это сервис зарплатный проект это ЭЦП и Google аутентификатор по безопасным платежам имеется также мобильное приложение торговый мы имеем все виды торгового эквайринга это интернет эквайринг торговый эквайринг ATM эквайринг хочу заметить что мы разработали сервис мультикомпания так как в Таджикистане такая ситуация что один бухгалтер параллельно работает по нескольким компаниям и ему периодически чтобы совершать платежи ему нужно совершать логаут из системы и войти с другим логином теперь по этому сервису они могут не выходя из системы переключаться по всем компаниям которым необходимы а также про удаленное подключение почти уже два месяца назад мы первые в Таджикистане сделали удаленное подключение к интернет банку до этого еще не было также по основному это имеются сервисы кредиты депозиты и с хата бизнес клиент пользователь может кастомизировать боковую панель под себя например он может подключать или отключать те услуги которыми он будет пользоваться на сегодняшний день мы смогли сделать 90% онлайн платежей и мы имеем 70% стабильную клиентскую активность это те клиенты которые ежемесячно совершают успешные платежи из которых банк получает комиссионные доходы по показателям с момента когда мы сделали РКО мы видим что в 2021 году количество онлайн процентов доли онлайн клиентов было около 10% около 30% было на долю вендорных решений и основном 60% оффлайн на сегодняшний день мы полностью избавились из коробочных решений и всех клиентов перевели на схата бизнес 90% это показатель хороший на сегодняшний день и всего лишь 10% совершают платежи оффлайн и до конца года мы поставили цель себе что мы полностью переведем всех клиентов на онлайн платформу по росту количества транзакций мы имеем 400% за 3 года и рост активных компаний также увеличился на 265% по росту объема годового объема безналичных транзакций мы почти в 14 раз превысили относительно 21 года и рост показателя ARPU за 3 года также возрос на 724% показателем по зарплатному проекту по расчетно-кассовому обслуживанию следующий сервис у нас зарплатный проект и другие выплаты с переходом на клинетоцентричную модель мы сделали так чтобы у нас в Таджикистане такая ситуация что ни в одном интернет-банке нельзя подключиться к зарплатному проекту онлайн и для того чтобы подключить этот сервис представители компании должны совершать визиты в наши филиалы заполнять договора предоставлять список своих сотрудников если кого-то из своих сотрудников они уволят они обратно тоже должны отправить по почте письмо или посетить наш банк но мы хотели полностью сделать зарплатный проект онлайн и у нас это получилось наши клиенты подключают этот продукт почти за пару минут не посещая банк если и после подключения продукта они без каких-нибудь документов могут добавлять своих сотрудников заказывать им карты и совершать им выплаты по показателям мы имеем 651% роста по комиссионным доходам от зарплатного проекта и рост РППУ по зарплатному проекту у нас 233% и зарплатный проект у нас полностью онлайн 100% все клиенты пользуются этим продуктом в онлайн режиме по следующему сервису сервис это валютный контроль это широкий спектр от начала до поставки контракта на учет до конверсии валют безопасных сделок переводов поставщикам и до успешного закрытия контракта до того как мы реализовали этот сервис у нас был такой показатель что в среднем 30 минут занимал объем обработки одного контракта это не было валютного контроля в онлайн режиме и все клиенты для того чтобы поставить свой контракт на учет отправляли свои контракты на почту банка и сотрудникам банка приходилось вводить весь контракт вручную в АБС банка теперь мы полностью сделали автоматизировали этот сервис схата бизнес и снизили время обработки одного контракта 600% до 5 минут это дало нам что рост количества обрабатываемых валютных контрактов за 2 года плюс 715 и 5 процентов следующее по эквайрингам по торговым основу у нас имеются торговые пользуются торговым эквайрингом по подключенным эквайрингам мы имеем рост 145 процентов и объем транзакции на 200 процентов выросли наши объемы по QR оплатам по кредитованию наш банк занимает основную долю в Таджикистане по выдаче кредитов это совместность финансирования с европейским банком реконструкции и развития в рамках программы джефф также факторинги аккредитов гарантии рост кредитного портфеля за 2 года у нас плюс 280 процентов рост чистого процента дохода но это миллион сомнений с учетом цифровых каналов плюс 140 процентов также у нас по изхата бизнесу имеется возможность если у компании имеются свободные средства вкладывать депозиты по высоким выгодным ставкам депозитный портфель с учетом цифровых каналов плюс почти 300 процентов и что хочу отметить что у нас плюс 190 процентов роста выплаченных процентов расходов на уложенные депозиты кредит клиентов также хочу отметить что не всегда руководители компании и директора находятся в компании они постоянно в разъездах и это дает неудобство бухгалтерам когда они ждут что сейчас вторая подпись подпишет платеж для успешного прохождения платежа и для это не основной фактор мы разработали мобильный вариант мобильный банкинг теперь у нас все директора могут где бы они не находились подписать свои платежи и пользуются другими услугами банка по показателям у нас на сегодняшний день 30 процентов мобильной версии и 70 процентов используют веб-версию у меня банка почти два месяца назад в Таджикистане запретили оплату госуслуг или других в основном госуслуг в наличной форме поэтому мы быстро среагировали сделали функционал выставления счетов физическим лицам этот функционал по которому юрлица могут из-за исхата бизнеса выставлять счета физлицам физлица оплачивает этот выставленный счет через свой мобильный кошелек по показателям мы имеем 165 процентов в рост количества выставленных счетов и суммарный объем оплаченных счетов физлиц плюс 231 процент и в целом про кратко про наши достижения нашего банка наш банк это имеет оценку а по стабильной устойчивой банк оценка по методу джерджеров оценка по стабильность высоких показателей рейтинг B3 мы трехкратный обладатель этого рейтинга за ликвидность и прибыльность четырехкратный обладатель бренда года в Таджикистане восьмикратный банк комитет в Таджикистане и по окончанию 2022 года мы стали самым прибыльным бренком в республике Таджикистан спасибо с вами была обзорная зима в полных мероприятиях спасибо спасибо огромное за столь подробный рассказ о достижениях как это говорится не было счастья до несчастья помогло видели возможность которая появилась да запрет чего-то где-то если рассматривать как возможность то можно нарастить спасибо большое за подсказку по поводу госуслуг я прошу извинить пока Нурлан ходил я подумал что мы позвонили с левого берега Астаны как вчера говорили просто я когда был в 84-м году в Селенограде там не было ни левого ни правого берега там был маленький городок поэтому не знаю что на левом берегу но Нурлан вернулся и на вопрос он обязательно ответит задавайте пожалуйста вопрос я смотрю их сегодня гораздо больше в приложении чем вчера ну и сейчас я бы хотел бы попросить Сергея Сергея Ульянович директор департамента развития банковской сети Home Credit Bank Сергей выступает в самом я бы сказал тяжелой категории не в смысле тяжеловеса а в смысле человека который принимает на себя риск в аудитории которая финтехская рассказать про то что нет отделения вам все еще нужны и отделение и точки продаж от товарной когда мне сказали что я буду единственным человеком который расскажет про оффлайн бизнес я немного удивился но это большая ответственность на самом деле поэтому опишу ситуацию как я вижу как мои ребята как рынок ведет я работаю в Home Credit занимаюсь розничным бизнесом розничным кредитованием товарное кредитование банковские отделения и хочу наверное с этой сцены уже много раз говорилось но тем не менее напомнить банковские тренды основные это пресловутый тренд движения к мобильному банкингу к онлайн банкингу банк в кармане все это мы много раз слышали мы тоже это признаем расширение возможностей в цифровых продуктах и платежей тут наверное для нас наиболее актуален QR инвестиционные продукты которые создаются вот эта вся история она сейчас но в таком мы чувствуем что в большом тренде использование большего количества данных чтобы давать клиенту персонализированный оффер получать лучшие риски получать высшие кастекс показатели потому что ну клиент должен быть доволен это все влечет упрощение CJM никуда не денешься от этого то есть много-много лет мы пытаемся идем в сторону лучшего CJM и расширение экосистем наверное сейчас уже перестали говорить о создании экосистем банки кто хотел по крайней мере в Казахстане тот уже эти экосистемы создал и речь идет только о наполнении сервисов о наполнении актуальных сервисов вот ну такие тренды мы видим да а все же что думает клиент вот на мировой практике в мировой практике компания Accenture 49 тысяч клиентов во всем мире опросили клиента что значит стабильность банка независимо это было Африка Штаты Азия то есть по всему миру две трети опрошенных сказали важна физическая близость отделения следующий вопрос который был задан в рамках этого исследования вернее даже не вопрос а клиенты сказали подтвердили что 6 из 10 приходят в банковское отделение хотя бы раз в год даже если они открывали сталкивались с банком по первому продукту не важно там в точке товарного кредитования онлайн но тем не менее клиент идет в банк Маккензи в Северной Америке опрашивает клиентов и задает такой достаточно может быть провокационный может быть такой прямой вопрос готовы ли вы к использованию мобильного банкинга 74 процента клиентов говорит да но только 36 процентов говорит о том что они готовы отказаться от использования от походов в физическое отделение так все же зачем клиент идет в банк наверное для нас для Казахстана наиболее актуальная история это потребители жаждут реальных разговоров вторым пунктом идет клиенты хотят вознаграждения за свою лояльность третьим клиент хочет получать более человеческий подход потому что ну человеческий понятно в кавычках не всегда когда он обращается в колл-центр он может полноценно поговорить особенно вот эти роботизированные колл-центры это наверное сейчас наоборот за человеческое общение старается бороться колл-центр банка нежели жестко автоматизировать на уровне там 5-6 ответов вопросов скриптов ну и убедиться в надежности вот Нурлан говорил что у них там высокая доля депозитов онлайн мы видим что у нас 9 а даже там 9,5 клиентов из 10 все равно открывает депозит в оффлайне то есть люди приходят открывать депозит в оффлайне вот наша и мы как банк вообще видим такую вот свою миссию что отделения они не должны конкурировать с цифрой они ее должны дополнять вот есть ECG компания которая выбирает 5 отраслевых филиалов будущего нам эта история откликается поэтому я ее привожу здесь отделение чемпионы это такие выставочные образцово показательные которые там завлекают клиентов флагмановые можно сказать они будут существовать вторые это отделение спутники которые нацелены на обслуживание определенных категорий граждан слоев населения часто это РКО какие-то которые находятся где-то там в микрорайонах третье отделение кафе вот в Казахстане наверное эта тема еще сильно не откликается хотя она в мировой практике есть и даже в Америке там One Capital Bank открыл уже 50 таких отделений бизнес успешно функционирует наверное в Казахстане пока такой истории нет но за этим будущее в том числе и гуманоидное отделение это тема физтеха когда встречает человек не человек а робот вот картинка наверное наиболее отражает и все там полностью по цифре и микроотделение вот мы у себя в компании видим в этом потенциал это такие знаете островки в торговых центрах которые у нас там было два года назад еще три точки такие сейчас это уже 11 и мы видим в этом потенциал клиент идет за покупками и параллельно решает свои какие-то банковские вопросы через живое общение в том числе вот новые шаги развития банковских отделений в Казахстане ну вот знаете для нас вот три шага я указал для нас является самым главным наверное это первый шаг это связка цифрового и физического пространства то к чему мы стремимся чтобы клиент приходя в отделение не стоял долго в очереди фейс-айди у менеджера на экране персонализированный оффер он знает историю по клиенту и сокращать CGM давать персонализированный оффер и на самом деле ну большее количество продуктов на одного клиента таким образом можно продать то есть выявить потребности понимать взаимодействие вот если говорить про нашу организацию про хом-кредит для нас корр-бизнесом является в том числе это товарное кредитование вот если говорить о товарном кредитовании товарная розница обозвал слайд все думают что физически магазины умирает все уходит в маркетплейс в инстаграм и так далее и так далее вот я привожу статистику начиная с 2020 года казалось бы это пик пандемии магазины физически должны закрываться вот здесь 4-5 крупнейших партнеров Казахстана централизованы розницы в бытовой электронике они не только не закрываются они открываются идет географическая экспансия выходят новые игроки на рынок и мы в целом видим что ну как бы физическая розница жива не только жива но и она прекрасно функционирует и новый формат магазинов у партнеров сейчас преобладает вот это красивый клиента клиента ориентированный цифровой с большой красивой светящейся рекламой ну собственно говоря вот так выглядит розница что мы сделали у хомкредита более 10 тысяч партнеров это партнеры ипшники в основном которые торгуют товарами мебель туристические услуги одежда бытовая техника мы их опросили мы пошли выбрали 200 с которыми достаточно стабильно и долго работаем и спросили их работаете вы онлайне или нет 50% сказали что не работают те кто сказал что работают наибольший процент проникновения онлайна в сегменте туризм это наверное не удивительно сейчас в Казахстане идет бум туристических приложений турагентств и одно турагентство даже заявляет что по скачиваниям они опережают букинг наименьшая доля у нас сейчас в сегменте стройка партнеры сами говорят меньшее количество работает в онлайне это достаточно сложная продуктовая корзина и розница наверное более такая все же базарная не все еще к этому пришли таких вот сетевых магазинов у нас немного но к этому стремимся тем не менее те кто работает в онлайне их доля онлайн продаж составляет всего 20% от всего объема то есть она относительно невысокая как бы мы там ни говорили основные площадки это маркетплейсы это инстаграм собственная площадка только 10% и знаете собственная площадка многие хотят развивать свой сайт но с учетом того что этот бизнес небольшой небольшие обороты администрирование сайта достаточно дорогое и только 25% партнеров представлены на всех этих площадках вот задаем следующий вопрос предпринимателям на ваш взгляд по какой причине клиенты продолжают приходить в физические магазины оффлайн прям вот с большим таким отрывом идет ответ желаю увидеть товар перед покупкой на втором месте нас этот ответ очень удивил клиенты по отзывам партнеров не доверяют маркетплейсам клиентам не хватает живого общения всего 3,5% и не умеют пользоваться интернет-магазином более старшая категория или сельские допустим партнеры нам отвечали всего 3,5% задаем следующий вопрос что вы планируете делать с вашим оффлайн бизнесом в ближайшие 3 года закрывать практически никто не планирует только 2% и мы видим что когда пандемия была даже вот эти мелкие партнеры процентов 5 закрылись в период пандемии там 20 начало 21 года вот следующий вопрос что вы планируете делать с онлайн бизнесом в ближайшие 3 года лидером является маркетплейс он там ну немного отстает инстаграм развивать собственный сайт хотя 20% то есть потенциально партнеры смотрят все равно в собственную площадку и вот у меня последний слайд я бы хотел мы достаточно давно хумкредит работаем в пост бизнесе в казахстане там с момента основания это наш корт бизнес какая эволюция паса в казахстане да это дикий пост 2008 наверное 2013 год многие сами наверное когда приходили там в магазин бытовой электроники подходя к банку если брали там кредит рассрочку не важно 40 минут час времени не дай бог тебе отказали ты пересаживаешься в другой банк а порой в другой банк клиент уже не мог пересесть потому что ну прямо скажем он был уставший на точке и мы как банки да мы боролись мы разговаривали с партнерами за первый поток клиентов мы понимали если клиент к тебе не садится в первую очередь ну извини кредитные договора были там до 40 листов доходили потом начинается период оптимизации все приходят к тому что надо сокращать поля безбумажные процессы первые селл сервисы запускают технологический пост мы думаем что сейчас живем в эту эру это продвинутые IT решения и высокий уровень интеграции с партнерами и второе это быстрая скорость принятия решений сейчас когда ты разговариваешь с ритейлом они задают банкам первые наверное два самых главных вопроса первый вопрос за сколько вы одобрите и второй вопрос с каким процентом вы одобрите и вот ближайшие перспективы вы знаете эти перспективы они уже живут плавно внедряются но мы видим что на рынок Казахстана заходят активно брокерские брокерские решения если централизованная розница она уже вся в брокерских решениях то вот эти мелкие партнеры идут туда но это не удивительно пять лет назад в Казахстане было три банка которые работали в товарном кредитовании ну может быть четыре там с переменным успехом одни заходили выходили сейчас от них банков до десяти и когда ты приходишь за техникой во все десять банков идти ну просто неудобно синергия B2B и розницы вот вчера представитель нашего банка в том числе выступал мы в хом кредите создали B2B решение за шесть месяцев в том числе для того чтобы наши партнеры получали полный спектр банки сейчас драйвят партнеров на то чтобы они показывали максимальный кредитный объем чтобы давать кредитные линии снижать ставки еще какие-то обслуживания давать вот такая синергия есть BNPL продукты вчера был спикер по BNPL продукта и нам кажется что в Казахстане все равно должно начать вот это движение BNPL формироваться в ближайшее будущее тренд на кредитование экологичных продуктов энергосберегающих это общий мировой тренд мы смотрим в эту сторону партнеры в эту сторону смотрят я думаю это будет в фокусе внимания в ближайшее время и кредитование сегментов новых сегментов допустим год-два назад у нас знаете такой трендовый на рынке был сегмент это туризм сейчас мы видим что основной тренд идет новый сегмент это сегмент образования причем это профильное образование мы ходили пытались там запускаться с вузами эта история не пошла вот хорошо идет когда там средний чек до 1000 долларов переобучение переквалификация прям замечательный сегмент видим в нем большой потенциал роста вот собственно говоря это все о чем я хотел сказать офлайн жив но в то же время он максимально диджитализируется работает в интересах спасибо за внимание спасибо это был Сергей в белом углу в смысле ринга переходя к следующему спикеру вы помните у Сергея там прозвучала одна интересная цифра по-моему вы говорили это Accenture или McKinsey 36% сказали что не отказываются не отказываются прийти в отделение я кажется знаю ответ почему потому что они до сих пор не взяли ипотеку поэтому мы переходим к следующему спикеру я хочу попросить сделаем качели по поводу той самой ипотеки что и она тоже может быть цифровой да кстати и Нурлан тоже говорил что они хотят закончить историю регистрировать залоги онлайн Светлана Исаева директор по развитию цифровых кредитных продуктов АФТ САЦ и Финтех России про то что такое цифровая ипотека и почему это действительно путь к открытым финансам Светлана всем добрый день в первую очередь хочу поблагодарить ПЛАС за возможность принять участие в конференции и рассказать об Ассоциации Финтех которую я представляю Ассоциация Финтех была учреждена в 2016 году по инициативе Банка России и ключевых участников финансового рынка Ассоциация является площадкой для диалога и координации взаимодействия заинтересованных сторон с целью развития цифровых финансовых сервисов и технологий на основе российских решений на текущий момент в ассоциацию входят 14 членов АФТ 22 ассоциированных члена и 31 партнер на площадке активно прорабатываются различные инициативы такие как кибербезопасность развитие финансовых технологий цифровые продукты и сервисы такие как блокчейн и ЦФА открытые данные экосистемы цифровой рубль цифровизация медицины и конечно цифровизация ипотеки мы провели исследование по оценке уровня цифровизации клиентского пути это исследование проходило в два этапа первый этап это оценка уровня цифровизации глазами клиента и что нам показало это исследование что цифровизация на российском рынке в части получения ипотечного кредита она находится сейчас на достаточно низком уровне при этом клиенты активно пользуются цифровыми каналами вот самый такой у нас высокий уровень цифровизации это этап оформления этап подачи заявки на кредит сейчас это можно сделать в один миг по коду соответственно банки получают все данные по клиенту из госисточников буквально там за пару минут принимают решение это решение оно вам уже окончательно непредварительное и далее уже клиент готовится к самой сделке а вот этап подписания документов на текущий момент самый низкий в части цифровизации у нас многие банки застройщики действительно переходят на цифровые подписи но при этом все равно потом предлагают клиенту подписать документы в бумажном виде и знаете что самое интересное что клиенты максимально довольны тем что проходит подписание документов на бумажном носителе то есть все равно на текущий момент бумажные документы важны важно для многих чтобы дома полочки лежали документы с оригинальными подписями и второй этап исследования здесь мы уже непосредственно опрашивали банки показал что основная проблема это отсутствие сквозного цифрового бесшовного пути взаимодействие между участниками не стандатизировано и наиболее наиболее популярное общение происходит по электронной почте соответственно как я и сказала уже у нас этап заполнения кредитной заявки он достаточно цифровой взаимодействие со страховыми компаниями полностью на имейле этап подготовки сделки также не цифровой потому что все документы по собственности они у нас на текущий момент не оцифрованы здесь мы тоже работаем с росреестром в сторону цифровизации этап регистрации перехода прав собственности закладной сейчас это реализовано практически у всех банков в цифровом формате формат в общем-то зависит от кредитного продукта если говорить о первичном и вторичном рынке то большинство сделок у нас проходит именно в цифровом виде и регистрация если раньше у нас была регистрация порядка двух недель то сейчас можно за сутки уже зарегистрировать переход права собственности совместно с нашими участниками мы разработали цифровой бесшовный клиентский путь по ипотеке цель клиента купить квартиру а ипотека это всего лишь инструмент который по сути должен быть незаметным для клиента чтобы он мог свободно сфокусироваться на приобретение недвижимости мы полностью расписали процесс сейчас я покажу вам четыре сложных слайда на котором отражено порядка двадцати этапов это то как действительно выглядит ипотека сейчас в россии клиенту нужно получить большое количество документов на бумажном носителе передать это все дело в банк в страховую компанию соответственно страны продавца тоже требуется большой список документов приблизительно вот так оно выглядит а что мы хотим сделать мы хотим сделать чтобы из 20 шагов получилось объективно 5 и все это было в цифровом виде то есть клиент зашел на площадку маркетплейса выбрал себе недвижимость подал заявку в несколько банков получил самое получил решение и выбрал для себя самое лучшее далее уже приехал в банк подписал приехал в банк далее уже подписал все документы в цифровом виде и передали документы на регистрацию перехода прав собственности и вот наш счастливый клиент который потратил минимальное количество своего времени все оформил в цифровом виде счастливый клиент с обладателем счастливый клиент обладатель своей недвижимости и соответственно для того чтобы это все было в таком в цифровом виде требуется всего лишь два инструмента это открытый АПИ который ключевой элемент цифровизации взаимодействия участников процесса ипотеки АФТ совместно с Банком России и участниками финансового рынка занимается разработкой механизма внедрения открытых АПИ в цифровую инструктуру российского рынка и на текущий момент мы уже провели два пилота первый пилот обмен данными между страховыми компаниями и банками по оформлению полис страхования и второй пилот который мы сейчас делаем это подача заявки с площадки маркетплейса в банк здесь у нас собрались крупнейшие участники нашего российского рынка такие банки как ВТБ Альфа Банк Газпром Банк крупнейшие маркетплейсы России Сравниру Циан и Авито Использование открытых АПИ решает проблему оперативного и безопасного обмена данными между участниками процесса и стандартизация АПИ позволяет упростить процесс интеграции участников рынка друг с другом и сокращает издержки Второй инструмент это цифровой профиль цифровой профиль гражданина это совокупность достоверных и юридически значимых данных физического лица получаемых из государственных информационных систем На данный момент мы работаем в трех направлениях Первое это расширение состава данных и их актуализация консолидация и проработка предложений по развитию инфраструктуры цифрового профиля и методическая поддержка наших участников и цифры которые говорят сами для себя На текущий момент к цифровому профилю подключены 19 участников АФТ доступно 38 видов сведений 5 федеральных органов власти уже предоставляют данные 24 миллиона анкет было заполнено с использованием цифрового профиля начиная с 2020 года и в 2022 году анкет с использованием цифрового профиля было заполнено в два раза больше чем в 2021 Ипотека один из самых сложных кредитных продуктов в процессе задействовано огромное количество участников которым необходимы различные сведения по заемщику по предмету залога по параметрам кредита и одна из важных тем над которой мы сейчас работаем это стандартизация данных ипотечного кредитования сейчас мы с участниками формируем перчень необходимых данных для стандартизации а дальше будем уже утверждать приоритеты их внедрения так таким образом реализация и внедрение всех решений которые мы разработали совместно с участниками по клиентскому пути позволит сократить время оформления кредита в четыре раза и цифровую ипотеку будет действительно возможно оформить быстро удобно и безопасно спасибо всем за внимание мои контакты спасибо огромное Светлана спасибо что сэкономили нам немножко времени вы видели Светлана по Фрейду была оговорка приехал в банк подписать документы она забыла добавить это в будущем он приехал в банк подписать документы чтобы получить комиссию от банка за то что он сделал сделку в онлайне ну что вы смеетесь он сэкономил деньги можно поделиться это подсказка ну ладно если серьезно то я предлагаю организаторам проверить количество вопросов по каждой сессии и тому модератору в которую сессию задали больше всего вопросов вручить специальный приз это я про то что вы спасибо огромное задали очень много вопросов спасибо да спасибо голосование будет единогласным я понял как в старой временной съездах Компартии три группы вопросов одна из них это вопросы по поводу презентации когда и где они будут доступны они будут доступны всем участникам которые зарегистрированы в приложении я же правильно помню вторая группа вопросов это Александру Филинскому и там действительно много почти технических вопросов я напомню у него как говорили в дореволюционной России рублевое место это про места в большом театре которые в портере у него стенд бус или как угодно прямо на выходе поэтому его вопросы я ему не дам право отвечать но дам тем у кого нет стендов это соответственно один вопрос пришел Сергею Ильяновичу очень быстро я его озвучу Сергей происходит ли изменение качества при смене форматов если можно очень кратко вы говорили про смену форматов качества отделения обслуживания безусловно происходит но это скажем так мы даже где-то другой профиль если видим текущие сотрудники не совсем подходят где-то смотрим перемещаем там лучших и вот когда формат отделения происходит мы меняем формат это знаете прерогатива лучших по сервису по кастексу переместиться в это отделение плюс знаете такой интересный факт происходит рост депозитов некредитных продуктов после того как меняется формат начинаем продавать больше некредитных продуктов при этом кредитные продукты продажи кредитных продуктов не падают спасибо спасибо остальные все вопросы господину Акшанову Нурлану и я просто очень быстро зачитаю чтобы сократить время когда вы собираетесь внедрить электронную цифровую подпись она у нас есть на платформе ЕНПФ что касается по мобильному приложению мы сейчас в процессе работаем как раз с партнерами и думаю что в следующем году уже это будет спасибо каким образом учитывается контроль качества при обслуживании дистанционных каналах при обслуживании в любых каналах мы используем всем известные методики НПС ССА и получаем неизменно высокие результаты но они нас не успокаивают потому что в моем моем мнении такое подспутное что получив кредит квартиру клиент уже будет доволен априори это да и он будет лояльным пока он выплачет ипотеку даже если мы его застали просто в момент счастья спасибо Эджайл есть спасибо вот вопрос который я вынужден задать хотя я не очень понимаю почему вопрос такой что вы думаете о том что если вы сокращаете персонал из-за дистанционной работы вы увеличиваете безработицу в Казахстане это вопрос не для Астаны я надеюсь ну я не думаю что наша у нас не так много сотрудников порядка 1500 человек филиальной сети и не так сильно мы сократим безработицу но за последние 3-4 года мы вообще не увеличивали штат хотя объемы выдач выросли в разы вы все помните наверное участвовали в этом ипотечном буме работа для нас найдется мы стали станем институтом развития нам планируют передать очередь на жилье в Акиматы нам вот передали с дипломом в село поэтому у нас работы меньше не становится конечно вот я знаю что это ужас каждого сотрудника от Басыбанка он утром просыпается и думает а вдруг меня уже поменяли на робота но мне кажется что первым поменяет меня потому что мою работу легче роботизировать чем их потому что они имеют дело непосредственно с людьми с клиентами а сейчас к сожалению не к сожалению такая стадия что искусственный интеллект еще не сильно в этом преуспел но мы сейчас работаем над чат-ботом нашим чат-ботом Куаныш который есть сейчас но мы его сейчас пытаемся перевести на искусственный интеллект и в далеком вернее в недалеком будущем планируем там же открывать депозиты и выдавать кредиты поэтому возможно у нас будет один супер сотрудник Куаныш и 1500 его помощников по всему Казахстану я даже не буду спрашивать кто этот супер сотрудник напомню все вопросы Александру я специально их снимаю вы зададите ему на стенде там не дают турецкого кофе но на вопросы ваши он ответит в том числе на конфициальные потому что некоторые вопросы коммерческие позвучали здесь здесь есть один вопрос Светлане я насколько понимаю Светлане так как вопрос про Россию Светлана это вам как обстоят дела в России с тем чтобы был единый точка доступа к персональным данным я знаю ответ но я промолчу отвечайте вы вы об этом чуть-чуть затронули да мы в процессе у нас единая точка данных это в общем-то тот самый цифровой профиль гражданина все данные передаются компаниям исключительно согласия гражданина все это фиксируется все это контролируется и сейчас безусловно популяризируется спасибо можно как стартапер немножко уточню цифровой профиль гражданина это суперпроект по которому можно получить гораздо больше данных чем если просто через портал госуслуг но портал госуслуг является той самой точкой в которой человек должен дать согласие на то чтобы дальше уже зависимости от того насколько продвинутой является финансы а тем более не финансовая организация она могла получить доступ к данным которые находятся в государственных базах данных к сожалению разделенных спасибо спасибо ну что коллеги у нас была прекрасная сессия мы с вами сделали много чего и самое главное мы уложились во время спасибо всем большое небольшой перерыв спасибо большое подождите подождите хотели добавить всем кому я обещал подарки подходите ко мне во время перерыва и называйте вопрос который вы подождите спасибо